Всем привет! Сегодня я хочу показать вам свою готовую работу, которую я завершила. Это работа от фирмы Лука-Эс. Называется она Корзинка с клубникой. Артикул у нее G497. Это габелин. В принципе, я вам уже показывала ее в своих процессах за предыдущий месяц. Но там она у меня еще была не постиранная, не поглаженная. И вот сейчас я хочу вам показать уже в итоге, что же у меня получилось. Сейчас вы видите обложку. И хочу, чтобы сразу вы могли сравнить обложку с результатом. Вот так выглядит обложка и готовая работа. Мне кажется, очевидно, что готовая работа получилась как-то ярче, насыщеннее. Ягодки прям такие просто очень аппетитные. Хотя некоторые говорят, что не очень они похожи на ягодки. Больше похожи на маленькие помидорки. Но, тем не менее, мне кажется, что очаровательная такая клубника. Мне очень нравится здесь, как получилась сама Корзинка. Вот эти вот переплетения, отблески света. Прям очень изумительно это смотрится. Работа заявлена 24 на 15 сантиметров. У меня по факту в итоге получилось 23,5 на 15 сантиметров. И она 240 на 150 клеточек. То есть получается, что в каждом сантиметре у нас здесь 10 стежков. Конечно же, стежочки очень миленькие. Я опасалась, это первый мой гобелен. Я опасалась, как буду это вышивать. Но, в принципе, оказалось, что все достаточно удобно, просто, даже в каком-то смысле, наверное, легче, чем вышивка крестом. Например, мне здесь гораздо легче оказалось вышивать вот это обилие фона. Когда я вышиваю такое количество фона крестиком, я очень утомляюсь, мне надоедает. Это прям вот скучно для меня. А здесь меня абсолютно не напрягало вот это обилие фона. То есть вот здесь прям такой большой-большой кусок белого фона. Здесь буквально он вышивается двумя цветами. И, в общем-то, меня это нисколечко не утомило. Ну и, конечно же, вы можете видеть, а может быть даже кто-то и помнит, что я меняла здесь вот это самое насекомое. У меня пчела, а в схеме была такая вот мушка, муха. Мне муха не понравилась. Была мысль у меня ее убрать совсем и не вышивать здесь ничего, а стоить просто фон. Но я решила попробовать все-таки сделать схемку пчелы. Подумала, что вышью. И если мне не понравится, то всегда можно распороть и зашить фоном. В итоге, когда я вышила, меня все устроило. Вот такая у меня получилась пчелка. Я за основу взяла, собственно, схему, которая была УКС, схему вот этой мухи. Немножечко ее подредактировала, чтобы телец было похоже больше на пчелиное. Пересмотрела кучу фотографий в интернете, как выглядят пчелы. Надеюсь, что получилось у меня похоже. Цветов у меня получилось, поэтому немножечко больше. Я добавила некоторые оттенки, которых не было в наборе. Но зато результатом я очень довольна. Мне нравится, что у меня здесь летает не муха, а пчела. Вот такая вот переделочка была. Ну и теперь немножечко об технических каких-то моментах. Когда я показывала вам эту работу в своих процессах за предыдущий месяц, я была горда тем, что работа у меня практически не перекосила. У меня только чуть-чуть ушел вниз вот этот вот угол. Но что случилось потом? Когда я начала стирать эту работу, буквально только ее намочила, у меня сразу же работу повело и повело очень сильно. Она вытянулась в ромб, то есть вот эти два угла уехали дальше. Эти два сжались, то есть получился вот такой вот вытянутый ромб. Я с ужасом смотрела на то, что происходит. Честно говоря, не ожидала, что при стирке именно случится такое. То есть я думала, что раз ее не повело у меня сразу, то значит все замечательно. Оказалось все-таки вот не совсем так. Конечно же, ну постирала и начала ее вытягивать. То есть еще мокрую, влажную я ее вот вытягивала за вот эти углы. Старалась вытянуть, но немножечко есть, конечно, все-таки искажения. Вот эти уголки немножко у меня все-таки ушли. То есть такая слегка ромбовидная форма получилась. Не сказать, что это критично, и я думаю, что багетки, наверное, поправят, когда я буду оформлять. Ну, конечно же, немножечко расстроилась. Но тем не менее, я довольна все-таки результатом. Мне очень нравится, как получилась сама работа. Мне очень нравятся красивые яркие оттенки, цвета, корзинка, как я уже сказала. То есть вообще вышивкой именно гобелена, то есть законченным своим первым гобеленом, я очень-очень довольна. Мне очень нравится вот эта вот поверхность. Она иная, чем у крестика. Вот эти вот меленькие-меленькие стежки, они какие-то безумно приятные. И обратная сторона, изнанка. Она, конечно, получается такая, немножко в виде коврика. То есть она совершенно тоже по-другому выглядит, чем у крестиков. Получается она вот такая. Я для себя однозначно приняла решение, что это не последний мой гобелен, что гобелены я еще вышивать буду. И следующий гобелен начну, наверное, ну где-то в ближайшем будущем. Не скажу, что прямо сейчас, но обязательно начну. Ну, то есть вот результат таков. Что еще хотела сказать по ниточкам. Ниток осталось с большим-большим запасом. То есть вот, в принципе, здесь вот на органайзере Дубко я их перевешивала. Здесь их еще очень-очень много. И вот один цвет у меня здесь закончился. Но он есть еще вот на оригинальном органайзере Лука-Эс. Просто я отсюда их не все вот эти ниточки перевешивала. Их было достаточно много. И я думала, что буду их довешивать по мере необходимости. Этой необходимости не возникло. Сколько я сразу отрезала ниток, столько мне и хватило. Ну и Дубко рассчитан на 36 цветов, а в наборе 38. Поэтому вот эти два цвета я вообще не перевешивала. Брала вот с этого кусочка органайзера. Так вот отрезала, оставила. То есть ниток с большим запасом. Ну, в принципе, это, наверное, как всегда у фирмы Лука-Эс. По крайней мере, я не слышала, чтобы у них была нехватка ниток. Мне такие случаи, по-моему, нигде не попадались, не встречались. Поэтому я буду еще вышивать Лука-Эс, и буду вышивать гобелены. И есть у меня еще один гобелен вот из этой же серии тоже от фирмы Лука-Эс. Но в следующем все-таки у меня планируется гобелен от фирмы Goblin Set. Это Старый Париж. Очень хочу к нему приступить. Там тоже по нему есть некоторые моменты, вопросы, о которых я расскажу вам тогда, когда я его буду начинать. Но приступить, да, у меня большое желание есть. Оформлять я эту работу пока не буду, так как у меня, как я уже сказала, есть еще одна работа из этой серии. И логично, на мой взгляд, было бы оформить их вместе. Поэтому оформляться они, видимо, будут значительно позже, когда уже вместе будут готовы. Схема для меня, если честно, довольно удобная. Она очень-очень крупная. Она на четырех листах А3 формата. Немного, конечно, можно было бы ее сделать и помельче. Но, в принципе, на мой взгляд, лучше пусть она будет крупная, чем мелкая. Схема черно-белая. И я к таким отношусь, в общем-то, весьма положительно. Поэтому меня все устроило в этом плане. Бэкстича здесь, разумеется, нет. В гобелине, насколько я знаю, он никогда не используется. Но и так картинка получается очень и очень четкой, такой красивой. Наверное, это тоже особенно привлекает. Потому что в процессе ты видишь, как у тебя вырисовывается идеальная картинка, идеальный сюжет. Очень мне это понравилось. Вроде бы это все мои впечатления о гобелине. Надеюсь, я ничего не забыла. Но если у вас остались какие-то вопросы, то, конечно же, обязательно задавайте. Я на них отвечу. Сразу скажу, что я делала видео по выполнению гобелиного стежка. Поэтому, если кого-то интересует именно техника выполнения гобелиного стежка, то ссылочку на это видео я оставлю в инфобоксе. Можете посмотреть. Ну вот теперь, пожалуй, все, что я хотела вам сказать. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всего вам доброго. Пока-пока.